Я вас приветствую, господа, товарищи бухловары! С вами, как всегда, самогонщик Витальцов. Сегодняшнее видео будет полезно многим, но в основном оно будет полезно тем самогонщикам, которые работают на обычных прессованных дрожжах. А почему? Потому что у меня здесь есть вот такое чудодейственное средство. Вот оно. Смотрите. Это чудодейственное средство нужно добавлять в сахарную брагу, когда мы работаем с обычными прессованными дрожжами. Прессованные дрожжи, они есть хлебопекарные, они есть спиртовые, но это один и тот же штаб дрожжей, то, что на них написано, спиртовые. Это все ерунда. Это аммиак. Десятипроцентный раствор аммиак. Что это такое? Простыми словами, это нашатырный спирт. Он у нас используется для дрожжей в качестве подкормки. Один миллилитр аммиака на один литр сусла. То бишь, я ставлю брагу 28 литров воды плюс 10 килограмм сахара и плюс килограммовая пачка дрожжей. Каждый килограмм сахара дает плюс к объему воды 600 миллилитров. Значит, 10 килограмм сахара это 6 литров. 28 плюс 6. 28 литров воды плюс 6, которые дал нам сахар. Это получается у нас 34 литра. Значит, мы берем 34 миллилитра аммиака и добавляем в брагу. Также растворяем наши дрожжики. И они чудеснейшим образом начинают бродить. Брожение идет. Мама дорогая, какое! И еще я в эту брагу кладу трехлитровую банку. Об этом будет скоро видео. Трехлитровая банка для турбодрожжей показала себя совершенно бесполезным вариантом. Трехлитровая банка, обычная, пустая, кладется на бок, на дно бочки, в брагу. И периодически происходит такой всплеск. Получается, брага у нас перемешивается. Для турбодрожжей это оказалось бесполезным. Для наших с вами дрожжей хлебопекарных это перемешивание влияет благотворно. Вкупе с подкормкой, с аммиаком. Для чего вообще я все это рассказываю? Потому как в последнее время я испытал огромное количество турбодрожжей разных. Были и хорошие дрожжи, были и плохие дрожжи, были разные, были средние. И они еще будут, они еще есть, я их испытываю до сих пор. Но, проведя несколько опытов, дальше еще будут видео по этому поводу, с обычными прессованными воронежскими дрожжами. Есть дрожжи Рекорд, есть воронежские дрожжи. 80-90 рублей стоят у нас килограмм. Я пришел к выводу, что самогон и спирт, полученный с помощью этих дрожжей, мне нравятся больше, нежели полученный на турбодрожжах. Возможно, в турбодрожжах какой-то другой штамм дрожжей. Возможно, там какие-то подкормки используются. Почему-то больше голов набраживаются. Они какие-то более вонючие, нежели здесь, в этих дрожжах. В общем, не углубляясь в подробности, я скажу так, что с прессованных дрожжей спирт, разбавленный уже до питьевого состояния, и неразбавленный спирт до питьевого состояния, мне понравился больше, чем на турбодрожжах. Он более мягкий, более питкий, набраживается меньше голов, меньше хвостов. Мне понравился. Я никого не призываю к действию. Ради бога, работайте на каких хотите дрожжах. Я рассказываю только лично про себя, как делаю я. У вас может быть совершенно иное мнение, и это нормально. Так что я продолжаю и дальше испытывать разные турбодрожжи, потому что их огромное количество. Но так же самое я для себя ставлю на самогоночку, на спиртик, вода, сахар, дрожжи, прессованные и аммиак. Все. Это вот так мне зашло, ребята. Это вот так мне зашло. Вы можете написать в комментариях, на каких дрожжах вы работаете, какие подкормки вы вносите или не вносите. Вообще, свои вариации, пожалуйста, напишите в комментариях. Так, теперь. С аммиаком мы разобрались. Теперь, как вы видите, у меня на столе стоит мельница для солода. Так, я ее не собирался ни рекламировать, ни презентовать, ничего, потому что ее мне никто не давал на обзор. Я купил ее сам лично за свои собственные деньги у частного мастера, который делает их у себя в мастерской в частном порядке. Один из моих подписчиков, за что ему огромное спасибо, этого частного мастера мне порекомендовал, потому как я себе давно искал хорошую дробилку, и китайские варианты меня не устраивали совсем. Или варианты некоторых наших производителей, но за баснословные деньги. И вот он мне, один из подписчиков, подсказал мастера. Я с мастером связался. И вот эту замечательную дробилку заказал. Да, пришлось мне подождать полтора месяца. Заплатил я за нее 6,5 тысяч с бункером уже в сборе. Если хотите, ребята, напишите в комментариях. Я сделаю на нее обзор, я дам контакты мастера. Вот, все-все-все вам дам. Только сразу говорю, что быстро не получится. Это не какое-то серийное производство, а человек делает их сам. Ох, конечно, качество изготовления просто удивляет. Ни в какое сравнение не идет с китайщиной. Вот, вон там два вальца. Вальцы сделаны из прута, из кругляка. Она тяжелая, килограмм, наверное, 5-6, 5-500 вроде весит. Вот. Так что, если хотите, я сделаю на нее отдельный обзор, если вам это интересно. Но лучше этой мельницы, я вас уверяю, вы сами ничего не найдете ни в одном магазине. Везде Китай или кое-какие наши производители, которых я знаю, которые втюхивают за такое бабло мельницы, что мама не горюй, не будем называть имена. Так что, во, вот такая вещица. Отлично, все. Так, что по мельнице хотят сказать? А, объем бункера 7 литров здесь. Да, мастер мне ее доставил, транспортной компанией Боксбери отправил. Ну, потому что других компаний у меня в городе нет. Ну, как-то так. В общем, пишите, я жду комментарии. Нужен обзор на эту дробилку или не нужен. Она мне пригодится как и для пивоварни, для моей новой, так и для дробления солода, для вискарика. Сегодня я буду сейчас перегонять очень интересный, скажем так, напиток, продукт, как его обозвать. В общем, есть такие наборы для Глинтвейна. Мой хороший товарищ Николай, Николай, привет тебе от меня, большой, если смотришь. Привез мне такой набор, набор для Глинтвейна. Набор для того, чтобы сделать Глинтвейн. Он там рассыпной, привез мне из ресторана. Там от него такой аромат стоит. У меня нет слов, одни эмоции. У меня супруга зашла домой, а у меня пакетик стоял на кухне. Она говорит, я не пойму, чем это пахнет. Откуда такой аромат? А это вот от этого сбора. Это аромат просто великолепный. Также Николай мне привез бутылочку своего самогона на пробу. Скоро мы с вами его продегустируем. В общем, он этот набор для Глинтвейна добавлял в брагу, в сахарную. И потом немного оставил и настоял еще на нем полученную самогоночку. Получилось просто чудесно. Я решил пойти еще дальше. Я решил поставить брагу и я решил перегнать обычный сахарный самогончик, вот она, сортировочка у меня стоит, с помощью джин-корзины, положив в джин-корзину для ароматизации этот набор для Глинтвейна. И это будет просто чудесная вещь, потому что там такие ароматы. У меня нет слов, одни эмоции. И также я оставлю немного этой засыпи, чтобы потом настоять и чтобы дать еще и цвет красивый. Перегонять буду достаточно интересным способом без джин-корзины. Знаете как? Очень просто. Обычная медная РПН-ка. Берем обычную медную РПН-ку, разворачиваем ее, прямо на РПН-ку, кладем вот так по всей длине, рассыпаем вот этот сбор. А там травка, цветочки, ну там все такое, что там, корица, бадьян, гибискус. Все это рассыпаем, сматываем. Получается пыш с вот этим ароматным сбором. Устанавливаем этот пыш в царгу. И таким образом пары, проходя через вот эту нашу вкусоароматическую смесь, через пыш, будут насыщаться вкуса, ароматикой. И джин-корзина в принципе нафиг не нужна. Ну, в зависимости от того, сколько у нас сортировки, можно сделать один пыжик, можно два пыжика. Ну, там такая душистая смесь, что одного пыжика, смотанного вот так вот, с травкой, будет вполне достаточно. Так что, ребята, ждите следующее видео, оно выйдет на днях, где все я это покажу конкретно, где мы продегустируем это все. И там уже будет виден результат. Я вам говорю до свидания, с вами был Витальсон, до новых встреч. И быть добру, дорогие друзья. Два пальца вверх.